Здравствуйте! В эфире программа на женской половине. Владимир, Москва. Москва, Владимир. Два города, где наша героиня живёт, работает, творит. Владимир – это родина, где мама и папа, где было начало пути. Первые роли и первые аплодисменты. Москва – это вершина, которую пришлось долго покорять. Это школа жизни и возможность развития таланта нашей героини. Именно в этом стремительном, многоликом городе она показала себя как талантливая артистка и режиссёр. Ей аплодировал аншлаг, а программа «Угадай мелодию» стала ярче и веселее, благодаря её чувству юмора и умению шутить. Итак, сегодня на женской половине артистской эстрады театра и кино дипломант всероссийского конкурса «Кубок юмора-99», лауреат третьего всероссийского фестиваля конкурса артистов эстрады и цирка имени Бориса Брунова – Ольга Мюнхгаузен. Кстати, имеет ли она какое-то отношение к известному барону, мы тоже об этом узнаем. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Ирина. Очень рада видеть вас сегодня в студии на женской половине. Ну и, конечно, первый вопрос, который, я думаю, уже заинтересовал наших телезрителей, которые услышали начало программы. Итак, Ольга Мюнхгаузен. Фамилия интересная, редкая, скажем так, фамилия. Скажите, пожалуйста, это ваш псевдоним или это всё-таки ваша фамилия? И что вас связывает с этим замечательным человеком, любимым литературным героем? В Германии фамилия Мюнхгаузен точно так же, как у нас Сидоров, Иванов и Петров, чтобы вы знали. Да, в этом году я отмечаю, потому что я полюбовно такую фамилию приобрела по собственному желанию, 15 лет, как я в паспорте Мюнхгаузен. Это псевдоним сценический, и мне очень с ним комфортно и замечательно. Что меня связывает? Ну, наверное, чувство юмора. Все говорили, что персонаж Мюнхгаузена постоянно врет, но разве плохо было от такого безобидного вранья окружающим, которым он вещал свои рассказы смешные. Что касается, почему именно я взяла эту фамилию, потому что мне очень нравился фильм. И чем мне нравится именно написанный Горинский Мюнхгаузен? Наоборот, своей какой-то детскостью, правдивостью, искренностью изменить в лучшую. Он же хотел подарить праздник людям. У меня тоже в жизни была такая ситуация. Но это долгая история. В общем, есть точки соприкосновения, да. Владимир, Москва. Москва, Владимир. Два города, которые в вашей жизни играют ключевую роль до сих пор. Вот скажите, пожалуйста, чем для вас является Владимир и чем для вас является Москва? Ну, естественно, город Владимир, это там, где я родилась, где живут мои, дай бог, здоровья родители, куда я езжу достаточно часто. В общем-то, назвать его нелюбимым не могу, но то, что он мне мал, это точно. Он очень уютный, красивый, он очень преобразовывается, этот город. Он действительно исторический центр, как всегда был, туристический центр. Но Москва, это просто моя душа, моя жизнь, творческая жизнь, стихи, в которые мне очень комфортно. Москва, это для меня, ну, практически все. Как приняла вас столица? Я знаю, что вам пришлось достаточно долго завоевывать ее. Но вы все-таки ее взяли штурмом, я так понимаю. Ну, смотря что называть долго. Ну, если я поступала, предположим, в ГИТИС не один год, не один раз, например, эстрадно-цирковое училище, что существует, я узнала совершенно случайно. Я поступала в театральные институты. Если это брать, то, конечно, я поступала не один год и доходила до третьего тура. Ну, потому что не знала, что есть моя улица, Марина Росковой, Емского поля, где находится эстрадно-цирковое училище, общежитие эстрадно-циркового училища, где можно скоморошить, где есть профессия клоунада и так далее, так далее. В общем, когда мне сказали, я поехала поступать в эстрадно-цирковое училище в Москве. И, в общем-то, поступила и, в общем-то, плакала поначалу, что какая-то была адаптация такая странная, хотя я человек не из пугливых и так далее. Ну, как-то так вот. Плакала поначалу. Мне мама говорит, тебя точно, так сказать, уволят из студентов. В общем-то, ну, как-то адаптация прошла. Я очень благодарна судьбе, что у меня есть диплом циркового училища. Его закончили Шифрины, Хазанов и Ингибаров замечательный, Алла Борисовна была там аккомпаниатором, нашла свою судьбу на отделении клоунады папы Кристины Арбакайте. В общем, я очень горжусь, что я закончила странную циркового училища и пошла-поехала. И я с детства приезжала в Москву даже просто купить кеды смешные, на станцию спортивная. Потом я была фанатом Спартака, мы качали автобусы, и я не приезжала, так сказать, через две остановки троллейбусного Владимира из-за торпеды болеть футбольная команда, а именно за Спартак. У нас была большая команда, было две девчонки из театральной студии, моя Ника знакомая. И, в общем, были такие спартаковские дочки. И в Москве я была очень часто с детства. То чувство юмора и умение шутить вам от кого передалось? И вообще, как вы считаете, чувство юмора передается по наследству? Это чувство все-таки врожденное или приобретенное? Я думаю, все-таки врожденное. Это у меня по папиной линии. У меня бабушка прародировала Леонида Ильича Брежнева, когда он долго обнимался с политическими деятелями. Она начинала говорить ему голосом, говорить, ну хватит уже целоваться, говорила бабушка. Это артистический талант у меня, конечно, по папиной линии. А по маминой вот такая менеджерская хватка. Я оформила свои отношения с университетом культуры. У меня профессия экономист-менеджер в социально-культурной сфере. Но я знаю, что вы постоянно учитесь, развиваетесь, постоянно повышаете планку свою образовательную. И совсем недавно буквально закончили ГИТИС. Да. Да? Скажите, ГИТИС, вы закончили и стали кем? Режиссер цирка. А есть какие-то уже работы как режиссера? Вы знаете, дипломной моей работой была творческая такая работа с ребятами из группы XBB, которые постоянно участники аншлага. Позвонила Регина Игоревна Дубовицкая, поскольку я там временами, налетами, что-то бывает с номерами и попадаю в эту программу. И говорят, что вот у ребят, они там распались со своими партнерами и говорят, вот им надо, так сказать, номер телевизионный сделать такой. И мы очень плодотворно, приятно поработали, потому что они два замечательных музыкальных человека, два Саши Озеров и Калинин. Они, по-моему, у них консерваторское образование. И я дилетант, имеющий три класса аккордеона. И вот мы, значит, мнение, сомнение на коленях у них стояло. Говорю, вот это надо так соединение сделать. Почему-то убеждала. Это был захлеб, это что-то было невероятное, фееричное. И мы все, извините за слово, балдели от того, что у нас получилось. Версия вышла у нас на 12 минут, Регина Игоревна сократила до телевизионной версии 7 минут. В общем, вот называется эта миниатюра. Музыкально про золотую рыбку на новый год. Пока до встречи, пока до встречи, до встречи с новой звездой. Вы все еще кипятитесь? Тогда мы идем к вам! Хорошо-то как! А, поп! Ага! Эх, не были звездами! Нечего и привыкать! Кем вы себя в большей степени ощущаете на данный момент? Режиссером или все-таки актрисой эстрады, театра и кино? Я люблю, конечно, и не придала в себе актерский талант. Потому что я совсем недавно ушла с работы, где мне приходилось применять свои навыки менеджера, администрата и так далее. Я внутри плакала, бунтовала, депрессировала, я ушла, и я сказала, Оля, ты актриса. Конечно, при случае я обязательно применяю свои возможности режиссерские и менеджера. Мне скучно без вот такой палитры. Вот. У меня есть еще одна профессия, которую я, так сказать, обучилась по просьбе мамы. Это какая еще такая профессия? Я портной легкого женского платья. Все костюмы себе шью сама. Вот это да. Практически все. Вот это да. Я выучилась после школы, положила ей диплом, говорю, мама, это вам подарок. Номер, который вы представили на кубок юмора 99-го года, это были пародии, да? И пародии, и монолог в образе, монолог продавца авиабилетов, который продает билеты на сломанный самолет. Этот монолог мне подарила как просто школьную работу, студенческую, на актерском мастерстве, педагог Нина Риховицкая. Ну что, что самолет сломанный? Я же говорю, у нас летает, сейчас вот Олика спрошу, что у нас в этом самолете сломалось. Алло, систему вы наделали. Так, алло, Женя, лапа моя, я тут цедри, да? Что у нас в этом самолете сломалось? Что? Двигайтесь, стучите по фюджеляжу. Ой, товарищ, все, 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 товарищи, двигайтесь, стучите по фюджеляжу. Правильно, ничего страшного. Будет громко стучать, скажите, Ленчик, он это двинет. Аншлаг, передача, где огромное количество шуток. Хороших, добрых шуток. Аншлаг, вас нашел или вы нашли аншлаг? Конкурс 99-го года. Его объявил Евгений Ваганович Петросян. Он меня немножечко знал, потому что я снималась и дебютировала в фильме, когда заканчивала цирковое училище, в 1993 году дебютировалась в фильме. А по сценарию писателя-сатирика Александра Дудоладова, чьи монологи он читал. И он рассказал, что там есть у меня учитель в цирковом училище смешной. Александр Дудоладов рассказал, что смешная там девчонка есть такая. Вот она у меня будет в фильме сниматься. И как-то мытьем и катнем, он про меня немножечко знал. И был вот этот монолог, хороший, злополучный, который я прочитала, не спрашивая авторских прав и так далее. И я пришла на этот фестиваль, прочитала монолог, перед этим пародии. И, в общем-то, этот монолог, как-то они договорились, Евгений Ваганович с Региной Игорем Дубовицкой, о том, что он будет показан именно в аншлаге. У вас огромное количество музыкальных номеров. И буквально хитом стало «Я тобой брошена, как старая калошина». Откуда взялась эта песня? Песня была написана специально для группы «Балаган Лимитед». Вы знаете, да, в 98-м году эта группа гремела. Я никогда не писала. Ну так, что-то там на дне рождения, в театральной студии и так далее. Немножечко переделала песни для пародий. И тут просто настолько вот такой был хит, что тебе надо. И когда они уже немножечко эту песню настолько заездили, что она уже стала отходить, я думаю, жалко, что второго чего-то не будет. И думаю, как вторую серию? И у меня как-то навеяло. И вот она крутилась, крутилась, первая строчка, вторая, третья. Аранжировку мне сделала другая моя знакомая. Песню я отнесла продюсеру этой группы. Они в этот момент развалились на две части. Молодой коллектив и старый. И куда она попала, непонятно. То, что я им приносила в офис, это однозначно. А потом в нашу гавань заходили корабли, передача, объявила, так сказать, ищем таланты, кто что поет. И я пошла на прослушивание. Успенскому так понравилась эта песня, что в результате он в двух версиях телевизионных ее показал и две версии радио. О, подружки, вырошу грусть, не помру, не утоплюсь. Ай, духи, себе куплю и другого полюблю. Я тобою ворожена, как старая калошина, на корочу я вигуди, верю счастью впереди. Я тобою ворожена, как старая калошина, на корочу я вигуди, верю счастью впереди. Есть ещё песни, которые связаны с именем Дербенёва и вот с этими вот игроками, которые здесь находятся. Расскажите немножечко об этом. Леонид Петрович Дербенёв. Классик нашего песенного жанра. Леонид Петрович Дербенёв, чем мне близок, когда-то я случайно, к сожалению, даже хорошее я хочу, опять связанное с Владимиром Анатольевичем Винокуром. Когда мы пришли к Владимиру Анатольевичу Винокуру, нам было конкретно сказано, кто чего пародирует. Я никогда не пародировала Машу Распутину. Владимир Анатольевич из нас троих дал мне Оля, ты делаешь Машу Распутину. Маргарите, моя однокурсница, была отдадена Таня Буланова, Екатерине Анжелика Варум. В общем, что это было, нам за неделю нужно было к выездному концерту сделать этих персонажей. Мы мучились, у меня болело лицо, потому что Маша Распутина, это, сами понимаете, я родилась в сепири, это вот тут у меня всё болело, горло был не приспособлен к какому расщеплению. Я была обязана, слушала, как просила Бурлакова, эти диски. И хотела посмотреть, кого я, помимо того, что я изучаю и приживляю к себе, так сказать, в мимику, чьи же песни она поёт? Вот. И первое моё знакомство было с этим поэтом, песником, Леонидом Петровичем Дербенёвым, это то, что на диске постоянно была фамилия Леонида Петровича Дербенёв. Значит, песни того периода, 1985-1983 год, была плодотворная работа Маши Распутиной с Леонидом Петровичем Дербенёвым. Второе моё знакомство с Леонидом Петровичем было Дербенёвым, когда в Театре Страйда был вечер памяти Леонида Петровича, к сожалению. И я пошла, сидела как студентка, по-моему, на балконе, когда Энгелина Вовк вышла, и первая её фраза была, что, дорогие друзья, мы присутствуем на вечере памяти замечательной поэт-песнике Леонида Петровича Дербенёва. Леонид Петрович Дербенёв родился в селе Улова Владимирской области, Сузырского района. Я чуть не упала с балкона. Вот это было моё такое серьёзное знакомство. Я просто это очень переживала, мне было непонятно, как... А вы тоже из этих мест? Я родилась в городе Владимире. Это село Улова мы постоянно проезжаем, когда едем на дачу в Суздаль. И вы можете представить моё состояние, когда я... Я поняла, надо что-то с этим делать, с тем, что мы как-то связаны. Не лично, а вот так, опосредственно. И, в общем-то, вот в 95-м году я узнала, что он практически земляк, потому что отец Леонида Петровича, родом из этих мест, в селе Улова он родился, уехал в Москву, и там они с Ольгой Пахомовной родили Леонида Петровича Дербенёва. Вот. И, в общем-то, когда я уже заканчивала университет культуры, должна быть дипломная работа, поскольку у нас была социально-культурная сфера. И я бы взяла дипломной работой создания фестиваля исполнителя эстрадной песни имени Леонида Петровича Дербенёва. Это наследие Леонида Петровича, он написал более двух тысяч песен, многие из которых стали хитами. Мы знаем, например, несколько, да? Больше всего они используются во всех телевизионных передачах и радиоэфирах. Вы только знаете, наверное, да, песню замечательную «Есть только миг», за который только можно памятник поставить Леонида Петровича Дербенёва. Я всегда говорю, вот, например, почему эта песня стала достоином республики на одном из каналов передачи. Ну, потому что, например, сидит солдат в окопе. Он может эту песню спеть. «Есть только миг между прошлым и буду» перед тем, как идти в бой. Женщина родила первенца своего. Вот она держит, говорит, «Есть только миг». Я всё время плачу. Уникальная песня на все случаи жизни. Те песни, которые мы знаем, песни про зайцев, а нам всё равно, песни про медведей где-то на белом свете, не заканчиваются, так сказать, песни, сочинённые про животных и насекомых Леонидом Петровичем на фоне тех песен гражданского звучания, которые мы знаем. Вот. И есть песни про тараканов. К песне «Тараканы» мы вернёмся чуть позже. Я знаю, что у вас есть, что нам сказать по поводу этой песни и что показать. Пародия. Очень сложный жанр. Вот скажите, пожалуйста, что самое сложное в этом жанре для артиста. Мы-то, зрители, сидим, только смотрим. А, похоже, не похоже. Что самое сложное в пародии? Вы сказали самое главное, чтобы было похоже. Тогда не будет задаваться вопросом, кто это вышел и что хотел сказать. Конечно, это работа, как любая работа шахтёра, музыканта и так далее. Чтобы быть похоже, надо смотреть изучаемый объект. Желательно, если это музыкальная пародия, чтобы голос был похож. Или хотя бы обороты интонации и так далее. Если нет такого диапазона, то можно совершенно на каком-то таком не сильном диапазоне манеры пародировать, чуть-чуть узнаваемо там. Это непростой процесс. На это нужно время, усидчивость и очень педантичное изучение объекта. Я знаю, что вы несколько раз участвовали в программе «Угадай мелодию». И там тоже навели шорох. У программы стала такая весёлая, подвижная, благодаря вашему присутствию. Наверное, у меня, так сказать, всё по папиной жилении, потому что я с детства. Он на баяне играет песни советских композиторов. Это в детскую память всё заходит и до сих пор никак не выйдет. Потому что я в одной передаче такой участвовала, ещё на одном канале была. Вот у того же пельша я, по-моему, три раза выигрывала телевизор, денежные премии. Вот. Ну, не то, что со мной не интересно. Ну, то есть там реально действительно выиграть призы? Это непростой. Всё объективно, совершенно объективно. Сейчас просто сделали со звёздами передачи. А вообще там приходили не очень известные артисты и простые, и смертные. И, в общем-то, это очень мне нравилось, потому что это как-то тренировало свою память. Оля, мы возвращаемся к песне «Тараканы», потому что вы сказали, что у вас сюрприз приготовлен. И вы пригласили сегодня в студию для того, чтобы исполнить эту песню своего друга. Да, однокурсника и коллегу по работе. Это действительно дебют на телеканале «Вы первые», где будет звучать эта песня. Ага. Ну что, мы ждём Сергея в студию. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, телезрители. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну всё. Сергей, расскажите вот хотя бы два слова. Как вы встретились с Ольгой? Да, как вы стали вместе работать? И вообще, как пришли к этой песне? Мы с Олей познакомились на концерте, где Краскена делала эти пародии. Она рассказывала, а я слушал и вспоминал. Это были великолепные пародии. Она меня просто пленила. Причём нас везли на концерт, она была такая скромная. Все мы были такие скромные, не знали, что нас ждёт. Да, мы особо не переговаривались, не разговаривали. Единственное, что заговорила Оля первая. Молодой человек, вы мне не поможете донести мой реквизит? Там была большая тяжёлая сумка. Думаю, как она её перевозит и переносит? Она быстро смонтировала это всё на сцене, работала великолепно. По поводу тараканов. Кто предложил кому спеть? Я хочу рассказать. Эта песня уже была в репертуаре Ольги, как Маши Распутиной. Сидя в кафе, мы обсуждали, я обратился к Оле за помощью, совсем другую песню, другой дуэт. Мне нужно было помочь его поставить. Я говорю, Оль, ну какие идеи, набросай. Мы сидели, два научника, один у неё, другой у меня, обсуждали. И потом она говорит, а может нам какой-то дуэт сделать? Причём я очень склонен тоже к юмору, и песни у меня есть юмористические. И я вот только за, отзываюсь хорошо на этот жанр. Вот, я думаю, с Олиной это великолепно было бы. Ну, пожалуйста. Едва ли кто оспаривать захочет, что детство есть начало всех начал. Была я в детстве, нет, послушный очень, и этот факт всех близких огорчал. Кащеем Бармалеем, Серым Волком, пыталась запугать меня родня. Но было бесполезно всё, поскольку совсем других зверей боялась я. Тараканы, тараканы, тетраканы, Мы от вас сбежали, словно от огня. Тараканы, 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 Все зверей страшней вы были для меня. Тараканы, тараканы, тетраканы, Вся душа облета ужасом была. Тараканы, 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 Для чего природа вас произвела? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Только с ее помощью можно предотвратить ссор и конфликтов. Наша героиня Ольга Мюнхгаузен считает, что чувство юмора – это дар Божий, и пользоваться им нужно только во благо, для радости и для здоровья. Да-да, именно для здоровья. Ни для кого не секрет, что чувство юмора и смех повышают настроение, тонус, укрепляют иммунитет. А несравненный Жванецкий в своей статье «Что такое юмор?» сказал. Юмор – это жизнь, это состояние, это искры из глаз, влюбленность в собеседника и умение рассмеяться до слез. Смейтесь на здоровье и всего вам самого доброго. Это была передача на «Женской половине». Я, Ирина Брелосова, прощаюсь с вами.